Всем фуд-привет! Меня зовут Макс Брандт, вы на моем канале, а я в Москве на улице Солянка. И позади меня Rockstar Dogs. Новенькое заведение, связанное с GTA, думаете? Чуть позже узнаете. Там хот-доги. Прямо вот в булочке брюш, насколько я понял. Собственно, хот-догов не было очень давно, со времен. Поэтому давайте проверим. Первое впечатление следующее. Очень все просто, минималистично. Стены а-ля лофт, бетон, есть катка с цветком, есть бегущая строка. И, кстати говоря, у меня детские флешбеки. Стойка барная, там, где заказ, она сделана как будто бы на манер сервелата. И у меня такая была центральная вот ручка для духовки в плите. Вот именно с таким орнаментом. Ну, в целом, чего? Чистенько, приятно, свет направлен туда, куда надо. Пока нет народа, потому что они открыты буквально там 3-4 дня, еще люди не прознали. И ни одного, кстати, упоминания про GTA, то есть Rockstar никак не связан с этой игрой и с фирмой, которая ее делает. Что по еде? Хот-доги, картофель фри, салаты, тако, закуски, десерты, супы, дополнительные острые соусы. Цены средние, либо выше среднего. Хот-доги от 400 до 600. Мы знаем с вами места, где до 1000 доходит. Маршмеллоу хот-дог, мороженое с беконом. В общем, я думаю, что часть закажу классики, чтобы попробовать. Ну и по части, конечно, блюд оторвемся. Наш классический хот-дог готов. Нужно забирать здесь и приятные бонусы. Три бесплатных топпинга. Это у нас чеснок, это лук, а это картофель пай. Я думаю, что на одну сторону можно картошечки чуть-чуть, чтобы было поинтереснее. Все-таки классик. Ну вот, так вот. А это я думаю, что как-нибудь потом. Только что узнал про классную акцию. Каждому хот-догу в заказе дают бесплатное игристое балаклава пино-нуар брюд розовое. Так оно стоит за 250 мл 600 рублей и за 125 300, но к хот-догам бесплатно. К сожалению, в стаканчике картонном, но все-таки это стритфуд, поэтому без крутых бокалов. Ну, в целом, самый главный вкус и то, что бесплатно. Ох, розовенькое на самом деле приятно пахнет. Ягодами. Легкий аромат. Слушайте, неплохо. И давайте перейдем к хот-догу. Это классика. 400 рублей. Дают перчатки, дают черные, кстати, хорошего качества салфетки. И еще одна влажная. Классический хот-дог с мягкой брюшью. То есть, посмотрите, какая тут булочка. Ух, нет, это прям здорово. А так, в целом, по базе. То есть, тут у нас внизу кетчуп, огурчик, сосиска, кстати, неплохая. То есть, оно и длинное, и подсказывает мне опыт, что она прям хорошо мясная. Так, ну и сверху тоже база кетчупа и горчичка. Попробуем отдельно мясо. Мясная говяжья с перцем. Вот по вкусу похоже на сардельки. Это такая вот жирненькая, насыщенная. Хорошая. И отдельно попробую все-таки брюш, потому что она мне здесь нравится особенно. Реально вкусная, реально ничего лишнего. В принципе, особо больше ничего не скажешь. То есть, булочка, внизу один соус, наверху два. Не жалею, кстати, огурчиков и приятная сама по себе сосисочка. Давайте вот так сделаем. Тоже бесплатно, поэтому я могу сколько угодно посыпать. Реально топы. Советую прям сразу, на весь хот-дог, брать картошечку пай. Блин, прям очень хорошо. А так все лучше. Раздел тако. Это у нас фиш тако с острым соусом Луизиана. 200 грамм, 600 рублей. Был еще биф, но биф у нас в заказе как ингредиент есть. Да, вот таких вот тако за 600 рублей. Ну, тоже как будто бы дороже, чем хотелось бы. Однако идет два соуса. Соус у них домашний, стоит 100-150 рублей. Поэтому, в принципе, плюс-минус. Все все понимают. Это у нас томатная сальса, а это как раз таки Луизиана, которая только идет к тако. То есть это можно отдельно сказать за 100 рублей, а Луизиана только здесь. Итак, что у нас внутри? Честно говоря, для тако не очень хрустящие лепешки. Такой вот рыбный стрипс. Сверху у нас картофель пай, пармезан, огуречный соус, а и, естественно, халапеньо, куда же без него. Панировка с рыбой, они сушат блюдо. В принципе, сложно сделать рыбное что-то. То есть бургер, там, хот-дог не сухим, чтобы он был классно сбалансированный. Здесь та же история. Соус, огуречный, возможно, чесночный. Пытается как-то разбавить, но ты все равно остаешься один на один с рыбой и с ее панировкой. Если бы к тако шло игристое, было бы идеально. То есть точно хочется чем-то это запить. Однако мы не попробовали халапеньо. Поинтереснее, конечно, стало, но все равно не то. Давайте с соусом, с ним мы заявлено, вот как раз-таки я делаю все неправильно, и нужно макнуть в острый соус вот так вот, и будет тогда балансировано. Стало ярче, вкуснее, гармоничнее, но остринка этого соуса подзабила все остальные вкусы. С соусом точно лучше, но, опять же, тут на любителя рыбы в кляре. И давайте возьмем второй соус, это у нас томатная сальса. Ох, но томатики, кстати, здесь хорошие, поэтому думаю, что мне понравится больше. Не жалеете этот соус, и даже, в принципе, можно смело вот так вот лить и вот так вот сыпать. Вот так, я думаю, что будет прям классно. Пикантные помидоры с луком, с зеленью. Они очень сильно облагораживают и делают классной эту рыбу. Ну да, не зря дают соусы, и если вы вкусному доверяете, а я надеюсь, это так, то сразу кладите всю сальсу на тако. Я бы даже чуть полил. Вот так прям вообще жир. Я понимаю, что я грязный, но вот это блюдо нужно есть, вгрызаясь. Хот-дог-бургер, и он стоит у нас 500 рублей, то есть уже прям полтысячи. Ну, конечно, много салата есть, это неудобно. Давайте сразу посмотрим, что у него внутри. Ох, ну, соусы они не жалеют. Видно, что неплохие помидорки и должна быть, да, разрезанная под булку котлета. Вот она, я бы ее сразу и попробовал. Сырочек еще тянется. Горочечный соус. Мясо сочное. Ну, стандартная, неплохая котлета в бургере. Ну, как говорится, сомнительно, но окей. Потрамбовать нужно, чтобы не особо терять. Ну, блин, ну, булка вот до сих пор идеальная. Вроде бы неплохо, но соус кислит. Он жизненький, да, его много, и он сухости образоваться не дает, но как будто бы оттягивает вкус на себя. То есть, да, чувствуется булка, чувствуется мясо. Вот, соус бы сюда другой. Какой-нибудь, вы знаете, гриль или легенький барбекю, хотя барбекю у них есть отдельно хот-дог. И отдельно попробуем томат. И томат кислит, либо потому что он соус, либо такой сам к себе. Если сравниваем с классикой, то классик, конечно, и дешевле, и вкуснее объективно. Вот мне не понравилось. Вот соус реально портит общий классный возможный вкус. Но, как я говорил, к любому хот-догу дает бесплатно игристое. Вот утешение в вине. Закуски. Это у нас куриные стрипсы. Стоит вот такая порция 450 рублей. Тут 7,5 штук, то есть по 65-70 рублей за штучку. Дорого, скажете вы, и соглашусь, конечно, с этим я. Причем я бы понял, если бы в эту цену входили соусы. Они тут отдельно по 100 рублей. Я взял сырный домашний и не менее домашний майонез горчицы. Ну, кстати говоря, интересно, они сами майонез делают с горчицей или смешивают просто, делая как бы самодельный. А, это сырный, наверное. Да, да, это сырный. Я попутал. О, ну тут знакомые ароматы. Ну, мне кажется, они берут просто горчицу и делают микс вместе с готовым майонезом. Но информации у меня нет, нужно было, кстати, спросить. Вот так вот. Ну, кстати, курочка выглядит сочной, жирненькой. Грудка, но качественная и сочная. Конечно, без соуса вы на третьем куске встанете, но само по себе качество высокое. До сих пор я не могу цену оправдать без соусов, но, собственно, что имеем. Мы, в принципе, видя цены, можем это не заказывать. Ну, что ж, здорово, что у нас чистый поднос и чистая бумажка, поэтому будем макать вот так. Ну, блин, ну а чё? Ну, чё мне сделать, я в другом городе? Почему-то сырный соус очень горчит. Да, я понимаю для себя, что у меня вообще хайнс сырный, это эталон, здесь далеко не он, но я пробовал и домашние сырные соусы, которые прямо вот сливочные, с максимально насыщенным сырным вкусом. Здесь вкус-то есть. Ну, почему-то на против вкусе горчит. То есть, ну, мне вообще не понравилось. Тот редкий случай, когда соус портит вкус продукта, с которым я его ем. То есть, обычно, типа, ну да, с соусом всё вкуснее, там, и так далее, но здесь отдельно стрипс вкуснее, чем с соусом. Реально, вот почему-то горчит, то есть, я не могу понять. Ну да, жду в комментариях знатоков, почему может горчить сырный самодельный соус. А мы переходим к майонезу горчицы. Вот так вот. Здесь всё знакомо, понятно, вкусно. И этот соус облагораживает и улучшает вкус стрипсов. Ну, то есть, да, с ним можно заказывать. Повторюсь, если бы он шёл в комплекте в эту цену, то у меня было бы намного меньше претензий. Но так как ещё ты докупаешь за сотку, получается, 550 за закуску, там, где хот-дог стоит 400 или 500 рублей с розыбивом. Ну, как-то странновато. Соус вкуснее, но вот без него как будто бы не хватает чего-то. А докупать за сотку жалко. Пришло время для самого дорогого хот-дога здесь. Называется он мясной чили и стоит 600 рублей. Ну, вот за 600 тут уже нужно точно понимать, что это прям вкусно, сытно и так далее. 260 грамм. Сверху у нас сырный соус или даже сыр расплавленный. Лук-сибулет. Я так понимаю, что мясной чили – это фарш. И знакомая нам проворачивающаяся вот так вот аппетитно, на мой взгляд, колбаска. Ну, ладно, это я уже играю. Это не надо снимать. Это, Денечка, вырежи, пожалуйста, как я вот так вот из хот-дога вытягиваю колбаску. Это не надо. Такая же перченая говежа сосиска. И все отлично. Ну, прям сочная. Вот такая вот жирненькая и по пальцу стекающая. 600 рублей. И давайте поймем, за что мы платим за сытность и за насыщенность. То есть к стандартным уже булке и сосиске подключается прям плотный сыр и еще и фарш. Но в чили пока не очень понятно где. Все думают, что будет острее. Просто фарш. Даже не то, чтобы пикантный. То есть есть, да, доп. вкус отличный от мясного. Один Никиты Петреев есть Максил. Я тут слышал, что есть острый соус, доходящий до миллиона сковелей. И вот тут тоже думал, что если чили будет, то что-то поярче. Но, видимо, щадят, так сказать, рты гостей. И вот так вот еще сделаю. По вкусу нравится. Смело можно делать чуть поострее. Хотя сейчас расслаивается новая часть остринки на ту, первую. Но если люди берут чили, я думаю, что они в целом готовы к тому, что можно и поперченей. Хотя вот я еще не съел целиком, поэтому, может быть, я не до конца понимаю. По всему остальному это прям очень хорошо, топово и вкуснее, чем бургер. Блин, я придумал слоган для них. Новый хот-дог, новый стакан. Круто же. Раздел картофель фри. Здесь есть классика, но для обзора неинтересно. Есть с мясным чили и халапени, но мясной чили только что был. Я взял с трюфельным соусом и пармезаном за 450 рублей. 450 рублей за картошку, это, конечно, дорого. Я понимаю, что тут пармезан, трюфельный соус и лук. Но все же, она должна за такие деньги, блин, еще сама снять ролик и смонтировать. Но трюфелем пахнет. Она очень насыщенная. То есть, помимо хорошей картошки, она прям хорошая, здесь и трюфельный соус чувствуется. Классно. Я недавно снимал обзор Blackstar бургера, и там трюфельным маслом можно помазать за 25 рублей. Бургеры там вообще не чувствуется. А здесь вот то, что заявлено, то есть. И смотрите, сыра, они не жалеют. То есть, на каждой картошке, как минимум сверху, есть такой хороший пласт сыра. Пармезан тертый, но еще есть вот сырный соус. Картошка топ, она потруствует грамотно. Имеет вот самостоятельный насыщенный вкус. Однако к ней я взял острый соус, потому что мне не хватило остринки в весном чили. Это у нас два соуса. Один самый острый, перечный, тут порядка миллиона сковелей, даже может побольше. А это манго, который считается у них самый неострый острый, то есть тут где-то 300 тысяч. Еще есть персик, но я не брал промежутки. Манго соус в районе 300 тысяч сковелей. Я, честно, боюсь. Что ж тогда будет в перечном? Жалко, у меня все игристые закончились. Просто сейчас бы пахну с удовольствием. Ой-ой-ой. Нет, это прям остро. То есть, ну, зачем брать выше? Я не икаю пока, потому что у меня при богатывании как-то вот проскочил этот маленький зажок, на который если попадает, то я икаю. Но, правда, если мне пишут, что острый, он таким и является. Стоит 200 рублей. И, знаете, и астрада должна отпугивать гостей. И цена, в принципе. То есть, это вот только для тех, кто хочет челленджа. Который хочет побороться с организмом и с сосковелями. Ну, знаете, в чем суть острого соуса? В том, что как бы как только чуть отпустилось, такой, ну, нет, манго чувствуется вкусненько. Опять пробуешь. И заново волна. Но у меня еще перечный, тоже за 200 рублей. И выглядит, ну, конечно, довольно опасно. То есть, ну, тут вроде такой висяльненький, экзотика, смотрите, а здесь есть перец. Если там одна была молния, то тут уже три. Ну, что ж, раз заказали, нужно брать вот так вот, не жалея, обильно. Говорят, лям. У меня уже иммунитет к этому делу. Ну, как-то как будто бы вот на манговом соусом идет полегче. А, добрый вечер. Все попало куда надо. Нет, ну, это... Это особо не челленджа. То есть, по вкусу мне больше понравилась манго. Потому что вот там есть... Прошу прощения, у меня такая реакция, организм, она острая. То есть, я икаю. Это я не наигрываю в любом случае. Попробуйте сами махнуть свой кончик, и понять. В общем, про вкус понравился больше манго, потому что печь, но тут вкус перца. И душистого вместе с острыми. Это вот больше на спор. Потому что как бы кто... Если не хотел... Нет, все. Как бы кто не любил соусы, но все равно, если там есть вкус, это прям классно. Если там вот только жгучесть, а я пробовал там и 7 миллионов сковелей, где просто только у тебя соприкасается с языком, и сразу все, тупо боль. Здесь есть перечный вкус, но... Однако же, все равно это надо... Надо с этим быть поаккуратнее. Знаете, вот и на фоне острых соусов, когда у тебя все, так сказать, горит, очень классно чувствуется и трюфель, и сырный соус. Вот они прям так вот сглаживают, убаюкивают и говорят, Максон, ну что ты делаешь? Ну, ел бы спокойно, вот просто трюфель с пармезаном, с картошкой. Куда ты лезешь, она тебя сожрет. Куда ты лезешь, она тебя сожрет. Вот, все. Буквы пропали. Десерт, награда за еду. И сегодня у меня десерт извращенца. Во-первых, это у нас мороженое с беконом. 350 рублей, то есть тут бекон карамелизированный. И сверху фрибекон и мороженое ванильное. Это у нас маршмеллоу хот-дог, 400 рублей. Он укороченный, с той же самой булочкой. И там у нас соль, шоколад, соус похож на манго, но, надеюсь, не очень острый, как у нас был. И само маршмеллоу. И то, что будет у нас между десертом и основными блюдами, это у нас сырный мюнгшейк за 400 рублей. Вот такая вот пенка приятная. Состав мороженое, молоко, тот самый сырный соус, который мне не понравился, и сахар. Ну, кстати, аромат приятный, сладковатый. И даже, знаете, пахнет имбирной печеньки почему-то. Ух, а вот это прям классный эксперимент. Нет ни талеки горечи. Вот, есть такая чизкейково-сырная сладость, молочная составляющая, но, естественно, это все сладко. Нет, слушайте, прям это вот открыто для меня. Я вот думаю, нужно на десерте все-таки оторваться. Там и бекон, и хот-дог сладкий, и сырный милкшейк. Это прям очень хорошо. Да, это сладко, как любой милкшейк, но это вот я посоветую для тех, кто, в принципе, уже все пробовал. Так, отдельно в меню есть карамелизированный бекон за 150 рублей, но это вот эти как раз-таки сами пласты. А здесь все вместе. И давайте попробуем. Бекон в карамели. Для большого любителя. То есть вот эти вкусы как будто бы не пересекаются, то есть они не проникают друг в друга, как вот если вы в стакан масла нальете воду или наоборот. То есть как бы есть две таких вот субстанции. И тут та же история. Карамель чуть подгарчивающая, как и нужно. И потом бекон. То есть потом опять карамель, опять бекон. То есть чем больше ты жжешь, тем больше у тебя вот этих вот переходов. Ну нет, это не испорчено, просто это объективно на любителя. Знаете, есть такое выражение, настолько плохо ждать хорошо. То есть это из разряда подобного. То есть вроде как ты не будешь есть нормальный в жизни, но вот нет-нет до еда, это десерт для беременных. Когда вот хочется соленых огурцов со сгущенкой. Это прикольно. То есть на обзор идеально, периодически на пробу можно. Но не на каждый раз. Однако же так же придумают. И давайте возьмем мороженое вместе с беконовой крошкой. Мороженое классика. А вот здесь вкуса бекона не так много. Тут даже больше на вкусе карамели. То есть бекон не ощущается. Если хотите бекон с мороженым, то либо ломайте. Вот так вот и прям делайте вместе. Либо ешьте в прикуску, как я. Ну, да. Прикольно. То есть вот это больше плюс, чем минус. Но однако же вы должны понимать, что это понравится не всем. Поэтому берите на двоих-троих человек, чтобы чисто попробовать. И последний на сегодня десертный хот-дог. Стоит 400 рублей. Называется маршмеллоу-дог. Что у нас внутри? Ну, в принципе, то, что я и говорил. Маршмеллоу. Манговый вроде. Соус. Шоколад. И сверху такие вот крупные частички соли. То, что соус и правда манговый, не острый. И давайте попробуем. Маршмеллоу подогретое с соусом манговым. Еще и с булочкой той самой крутой. Вот этот эксперимент тоже прям удачный. Я думаю, что вместе будет уж совсем жирно и сладко. Хотя прикольно до сих пор. И вот к этому десертному я советую заказать либо чай, либо кофе. Но отдельно это прям тоже вышечка. Все на своем месте. Тут все, что нужно. Все здесь есть. Посмотрите, как тянется у нас десерт. И вот здесь соусом попадание идеальное. То есть манговый сюда идет на всех парах. И если у детей обычно нечего брать, то возьмите десерт и будет ваш ребенок кайфовать. Да и вдруг это будет кайфовать, честно говоря. Нет, ну объективно прям только. Если мороженое, ну нет-нет до еда, то это да-да-да и нет. Счет наказания за еду. Сегодня я наел на 4 750, но взял при этом там десяток позиций. Особо рекомендую классику. То есть вот булочка, повторюсь, огонь. Все сбалансировано. Мясо в сосисочке есть. По другим хот-догам есть замечания. То есть если чили не очень чили, то есть можно слегка сделать острее, но все равно твердая четверка. А вот хот-дог-бургер мне не понравился. Там все портит соус. Он и жидкий, и слишком яркий по вкусу, то есть кисло-соленый и все совершенно забивал. То есть тут нужно пристально за ним понаблюдать и за отзывами гостей. Потому что понятно, что они только открылись, и им нужна обратная связь, собственно, я которой и даю. Поэтому да, всегда говорите либо официантам, либо работникам, что вам понравилось, а что нет, чтобы они уже корректировали. Так, такос рыбный. Хорош, но только с соусами. И там, кстати, в отличие от стрипсов, соусы идут в комплекте. И 600 рублей, как бы уже кажется, ну, высоковато, но норм. Потому что стрипсы без соуса 450. И вот туда бы уже внести дополнение, чтобы можно было есть. И, кстати, соус сырный, самодельный, почему-то с горчинкой, которая пропала в милкшейке. К этому соусу работникам тоже советую приглядеться. Потому что, возможно, в технологии производства что-то накосячили. Так, в целом замечания все сказали. Думаю, что будет полезно и работникам, и вам. Очень здорово, что в декабре дают игристое хот-догу. Вот это, на самом деле, классный бонус. И, конечно, острый соус, реально очень острый. То есть тут будьте аккуратны. Не могу посоветовать, потому что у всех разные рецепторы. Оценки каждого блюда, как всегда, по ссылке в описании в моем телеграм-канале. Лучше всех. Макс Бранд. Пока. Субтитры подогнал «Симон»